Армения Армения ведет нечистоплотную пропагандистскую политику. Уже много лет Нагорно-Карабахский конфликт остается нерешенным. Причина – неконструктивная политика Армении. Азербайджан под четким руководством главы государства проводит сбалансированную политику в регионе и мире, заявил глава Бакинского клуба политологов, преподаватель Академии государственного управления при президенте Азербайджана Заур Мамедал, комментируя успехи, достигнутые как внутри страны, так и на международной арене. Политолог отметил, что Азербайджан во внешней политике и по международным вопросам придерживается очень четкой стабильной линии. В то же время Азербайджан всегда учитывает государственные интересы своих партнеров. Не случайно, что именно Баку только за прошлый год неоднократно являлся площадкой для проведения многих международных мероприятий. Это были различные форумы, в которых участвовали религиозные, культурные, экономические, военно-политические и другие международные организации. Все это свидетельствует о том, что многосторонняя политика Азербайджана приносит свои плоды. Безусловно, это является наилучшей тактикой, проводимой Азербайджаном международной политики. Побывав в столице Азербайджана, гости из разных стран знакомятся с историей и культурой страны. Своими глазами видят развитие Азербайджана, в частности города Баку, сказал эксперт. Глава Бакинского клуба политологов отметил, что в 2019 году Азербайджан реализовал ряд проектов, в том числе Танаб. Известно, что очень долгие годы шли переговоры относительно проекта Набука. По ряду причин реализация Набука не состоялась. И тогда, благодаря инициативе президента Азербайджана, мы предложили сторонам Южный газовый коридор и транспортировку газа с месторождения Шах-Денис и Шах-Денис-2. Это было очень своевременным и рациональным решением Азербайджана в условиях, происходящих вокруг нас событий. В итоге, после реализации проектов газовых коридоров, а также транспортных проектов, таких как Баку, Тбилиси и Карс, в мировых СМИ Азербайджан часто стал упоминаться как сильный и достойный конкурент. Кроме того, мировые политики изъявили желание присоединиться к проектам, проводимым нашей страной, заявил политолог. Эксперт также затронул отношения между ЕС и Азербайджаном. По его словам, между Азербайджаном и Европейским Союзом сейчас идут переговоры, в которых затрагивается ряд вопросов, в основном экономического характера. Азербайджан в том вопросе стремится защитить своих потребителей и отечественных производителей, поэтому ЕС должен учитывать интересы Азербайджана. Это сложные и очень долгие переговоры. Другие страны Восточного партнерства поспешно подписали договора. Однако, при ознакомлении с условиями этих документов, можно заметить, что польза от них для подписавших стран минимальна. В результате политические и экономические риски в этих странах уже дают о себе знать, продолжил Заур Мамедов. Далее, Заур Мамедов отметил, что Азербайджан входит в 2020 год страной-лидером Южного Кавказа. По его словам, экономические и политические показатели свидетельствуют о том, что политика, проводимая главой государства, приносит свои плоды. В заключение, эксперт высказал мнение по армяно-азербайджанскому Нагорно-Карабахскому конфликту. Армения на протяжении многолетней истории ведет нечистоплотную пропагандистскую политику против Турции и Азербайджана. Правительство Армении не готово к урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, и как следствие этого конфликт все еще остается нерешенным. Поэтому мы должны трезво оценивать ситуацию в мире и впредь в будущие годы продолжать укреплять свой военный потенциал. В свою очередь Азербайджан, находясь в условиях фактически необъявленной войны, во многом опережает Армению по экономическим, демографическим, военным показателям, а также по своему престижу и статусу в регионе и мире. Достаточно вспомнить 18-й саммит движения неприсоединения, который прошел в Баку и в ходе которого более 120 стран мира, а это больше половины планеты, назвали Армению страной-оккупантом. Я думаю, что по этой причине армяне не должны находиться в эйфории от того, что за ними якобы стоят некие силы, а обязаны в ближайшем будущем вернуть Азербайджану оккупированные территории, заявил эксперт. Всем большое спасибо за просмотр! Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok